Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Государственная услуга по проведению медико-социальной экспертизы, которая является обязательной при назначении пенсии по инвалидности, доступна не только гражданам России, но и иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории страны. При этом услуга предоставляется бесплатно. Для прохождения медико-социальной экспертизы необходимо подать заявление, в котором среди прочего указываются данные заявителя. Целью проведения экспертизы и информации о необходимости специальных услуг, например, сурдоперевода или тифло-сурдоперевода, направление на медико-социальную экспертизу может быть представлено получателем государственной услуги, медицинской организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, органам, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органам социальной защиты населения на бумажном носителе или в форме электронного документа. Подать заявление можно как в бумажном виде, так и в электронном виде. В России выплачивается три вида пенсий по инвалидности – страховая, государственная и социальная. Страховая пенсия полагается тем, кто проработал хотя бы один день, а значит имеет страховой стаж. Социальная пенсия по инвалидности назначается тем, кто никогда не работал. В большинстве своем это инвалиды с детства. Гражданам, которые стали инвалидами в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, из-за радиационных или техногенных катастроф, выплачивается государственная пенсия по инвалидности. До 1 марта 2022 года действует временный порядок установления подтверждения инвалидности. Он предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие 6 месяцев. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и самое главное – подпишитесь на блог юридической помощи.